Противостояние двух футбольных коллективов из Ленинска-Кузнецкого никогда не будет проходными матчами и будут всегда привлекать особое внимание болельщиков. Не стало исключением и субботний поединок этих команд. С первых минут Заря Сойк заработала на поле первым номером и примерно до 17-й минуты создала у ворот соперника несколько достаточно опасных моментов, в которых могли отличиться и Александр Миронов, и Сергей Пушкин, и капитан Заринцев Александр Дремин. Но к середине первого тайма обстановка на зеленом газоне постепенно выровнялась и уже подопечные Сергея Васютина имели шансы выйти вперед. Один из таких моментов на 31-й минуте и стал результативным. Прострел с левого фланга атаки завершился точным ударом практически в пустые ворота Александра Головина и все-таки концовка первой половины вновь была за Заринцами. На 45-й минуте после подачи углового в исполнении Василия Коншина и удара головой Александра Дремина мяч, коснувшись в груди игрока Кузбассу Ор, оказался в воротах и на перерыв команды ушли при ничейном результате 1-1. Второй тайм голевым не стал, хотя возможности были у обеих команд, даже с некоторым превосходством у Зари Суэк. Но чем еще запомнилась вторая половина встречи, так это работой судейской бригады из Гуревска. Порой некоторые действия или наоборот бездействия арбитра Александра Крижановского вызывало недоумение у многочисленных болельщиков и накаляло обстановку на поле. Не исключено, что это во многом и послужило тому, что после удара локтем, переломом носа поле был вынужден покинуть основной защитник Зари Денис Мамаев, а следом за ним тот же путь совершил еще один ведущий игрок обороны Корняков Дмитрий Фомин. Судья допускал порой элементарные ошибки, не замечая или не реагируя на подкаты прямыми ногами, подножки, толчки и даже самовольное покидание поля, как в случае с футболистом команды УОР. А в первом тайме вообще не было ясно, кому была показана желтая карточка. Возникает вопрос, каким принципом пользуется Федерация футбола области, значая в судне на столь принципиальные матчи. Как бы то ни было, но счет 1-1 удержался до финального свистка.